Академия Матусовского Договор подписывает руководитель предприятия Дмитрий Александрович Бурякин со стороны Академии Матусовского. Договор подписывает директор Академии Матусовского Валерий Ильянович Лидов. Так, пожалуйста, пожалуйста. Все, в одном месте. Он быстрее расписывается, а я медленнее просто. А теперь я вас попрошу на Украине и здесь, потому что они меня сразу... Давайте объяснить, пожалуйста, чего вы ожидаете от этого сотрудничества. Что это не просто рамочный договор, а будет ли он наполнен каким-то содержанием. Пожалуйста, Дмитрий Александрович, Валерий Леонидович, пожалуйста. Ну, от руководства госреклама и от себя лично хочу поблагодарить за предоставленную честь подписания данного договора. Надеемся на плодотворное сотрудничество с Академией, со студентами. Мы, в свою очередь, берем на себя обязательство подготавливать студентов так же тщательно, качественно, с, надеюсь, дальнейшим трудоустройством на нашем предприятии. Спасибо большое. Один из основополагающих принципов вообще организации работы вуза является принцип единства теории и практики. И у нас в Академии, конечно, есть свои структуры, которые занимаются данным видом практической деятельности, но это носит такой, знаете, я бы сказал, любительский, внутривузовский характер. И возможность открыть филиал кафедры пиара и рекламы на базе ведущего предприятия рекламы нашей республики, конечно же, поднимает уровень уже практического освоения, практического обучения, конечно, на более высокий уровень. Для нас это важно, потому что в итоге мы надеемся, что студенты, во-первых, будут качественнее подготовлены к своей профессии, но, во-вторых, я думаю, они принесут какую-то пользу социальную, еще будучи студентами. У нас есть очень много задумок для работы этой кафедры. Это не только проведение практики, это еще и конкурсы. У нас же есть, кроме кафедры пиара и рекламы, у нас еще есть дизайн, у нас еще есть компьютерная графика, у нас есть живописцы, фотографы. То есть это могут быть, ну, такие, знаете, комплексные работы, которые, я надеюсь, будут интересными для луганчан, для всех потребителей рекламы. Ну, кроме вот таких практических заданий, которые связаны непосредственно с изготовлением рекламы, у нас есть много предметов на нашей кафедре, которые, я думаю, будут интересны также коллегам, государственной рекламе, нашим зрителям. Это связано и с социологическими исследованиями, это связано и с научными какими-то конференциями, подходами, потому что мир рекламы, он постоянно развивается, он не стоит на месте, здесь нужны креативные подходы, здесь нужно быстро и качественно отвечать на те вызовы, которые возникают в информационном поле. И здесь тоже есть совместная сфера деятельности, которую мы также будем пытаться реализовывать. Вопрос. Вопрос, пожалуйста, коллеги. Что изменится, давайте так, что изменится с завтрашнего дня? Что начнется, ну, образно говоря, с завтрашнего дня, понятно. Счастье. Ну, вот, открыт тебя кафедры и теперь? И теперь наши студенты смогут получить еще одну серьезную базу практики. И их дипломные работы, которые сейчас делаются, они в основном посмотрела экзаменационная комиссия, они остались в академии. Но я думаю, что теперь некоторые из них, некоторые из них смогут увидеть широкий круг наших жителей, луганчан. Это важно, потому что любому художнику он работает для людей, не для себя же он работает, и не для государственной экзаменационной комиссии. Он работает для людей, и чем больше у него будут зрителей, тем для него важнее, он растет, он делится своим миром, своим видением. Это очень важно. Это даст нам возможность, ну, воспитывать гораздо более предметно и качественнее специалистов, рекламистов, художников, графиков и так далее. Есть еще вопрос? С какого курса смогут? А, да, с какого не ступить? У нас производственная практика начинается, есть на третьем и четвертом курсе. Поэтому третий, четвертый курс. Можно я так вам предложу? Да, пожалуйста, конечно. В рамках заведующего актера рекламы и биотехнологии Елена Александровна Луникова. Спасибо. У нас предусмотрена организация экскурсий для студентов филов, курсов, актера рекламы и биотехнологии в рамках прохождения учебной ознакомительной практики по получению первичных навыков и умений на базе предприятия госрекламы. Поэтому студенты, начиная уже с первого курса, будут иметь доступ непосредственно к базе практики. Производственным процессом. Да, я хотел добавить, что сейчас мы обсуждаем ряд возможных проектов, в которых студенты будут заинтересованы в сотрудничестве и мотивированы непосредственно в своей работе и в студенческой жизни. Я надеюсь, мы обсудим это в следующем году и придем к общему знаменателю. Продолжение следует...